Дома введены в эксплуатацию, но с отоплением возникли сложности. С такой ситуацией столкнулись жители двух самарских новостроек. На шестой просеке Алексея Толстого. Причина тому правовая коллизия. Градостроительный кодекс не требует от застройщика получать справку. Из Ростехнадзора о том, что дом готов получать тепло. И компания этим пользуется. По всем документам многоэтажка может принимать новоселов. А по факту нет. Вопрос об этом подняли на еженедельном совещании в Самарской мэрии. Давайте мы наладим это взаимодействие. И в этой части можно выстроить логику. Мы тогда будем понимать, либо пустой дом стоит без отопления, бог с ним. Но когда появляются там люди, мы начинаем вот здесь бегать. Я бы хотел вот это, чтобы мы друг друга слышали. Тем более мы на этом уже неоднократно говорили. Берите 30 объектов у нас в одных в этом году остались. По 30 объектам у нас должна быть полная информация, что у них с допусками. Если есть какая-то проблема, давайте ее сейчас решать, а не 31 декабря. Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщики получают у областного Минстроя. Именно с его представителями городские власти и будут искать выход из ситуации. Елена Владимировна дала нам сегодня поручение проанализировать все 30 объектов, которые у нас будут еще введены до 31 декабря 2019 года. Проанализировать на них, получить полную информацию о готовности там энергопринимающих устройств. Тех, по кому не будет у нас понимания, что такая работа застройщикам проведена, что вся документация согласована и уже подана в Ростехнадзор, с такими застройщиками, конечно, будем встречаться на уровне, в том числе и главы города, совместно с Министерством строительства, отрабатывать, ну, вплоть до того, что будем их очень настойчиво убеждать оформлять эти документы. При этом придется поторопиться. Именно на конец года строители традиционно оставляют сбор документов. Весной и летом им не до этого. Нужно завершить сами объекты. И потому большинство домов сдаются в эксплуатацию под Новый год. Инга Пеннер, Максим Гусев, События.